Добрый вечер на Тавале. Сегодняшний день мне хочется назвать днём сердечной чакры, и это неспроста. Если до этого я думала, что я не могу любить, то сегодня я поняла, что всё может поменяться в лучшую сторону. Первый мастер-класс, который я посетила, ведёт Юрий Харченко. Он был посвящён рукопашной борьбе. Раньше я не понимала, как стоит бороться, как владеть своим телом до конца. Но этот мастер-класс показал мне, что можно слушать себя и одновременно выполнять какие-то действия по защите или нападению. В общем, был такой интересный момент, что я ощутила себя борцом ещё и физически, а не только морально. В основном на этом мастер-классе были девушки. Нас было немного, то есть обстановка располагала к тому, чтобы раскрываться, не стесняться. И я боролась со своими комплексами прямо там. Ну, я чуть-чуть отбуцала тренера, что тоже внесло позитивный момент. Вот, спасибо. Второй мастер-класс проводила Оксана Яровая. Мне было интересно узнать о гармонизации жизни, о том, как стоит ухаживать за нашей планетой. И первая часть её мастер-класса была похожа на лекцию, потому что она рассказывала намного познавательных вещей, о том, как стоит вести себя с людьми, с собой, с нашей землёй, с нашим домом для того, чтобы гармонизировать пространство. Ведь земля неспроста находится в опасности. Всё зависит от энергетики людей и природы. И заботясь о себе духовно, надо не забывать о том, что нас окружает, чтобы не засорять природу, не приносить вред окружающей среде. У тренера, конечно, свой взгляд на эти все вещи и в чём-то мы могли расходиться в этом. Но вторая часть мастер-класса показала, что я могу доверять этому тренеру, потому что дальше был акцент на телесных практиках. А как известно уже вам из предыдущих моих рассказов, я очень большое внимание уделяю тому, как моё тело реагирует на конкретных тренеров, даже просто от общения с ними, не говоря уже о каких-то телесных практиках. Мы пробовали аккумулировать энергию себе и посылать её Украине или же Земле, кто как хотел. Фиолетовый луч или луч света белый, каждый выбирал сам, что он хочет послать. И тогда я почувствовала, что моя сердечная чакра пропустила ту любовь, которую я могу дарить миру и людям, и себе. И это было достаточно необычно, и удивительно, и приятно, чему я очень обрадовалась. Далее мы делали разминку, работая с нашими ножками, ручками, спинками, и понимали, в каком положении нам и удобно, и полезно находиться, чтобы быть в гармонии с собой. Я ушла с мастер-класса с очень классными впечатлениями. Волонтёры видели, как я себя после этого вела, рассказывала какие-то смешные истории, они смеялись надо мной, я не стеснялась рассказывать того, что обычно не говорю. То есть была какая-то эйфория, и уже на следующем мастер-классе я поняла, что это всё из-за сердечной чакры. Я говорю по своему ощущению. Третий мастер-класс проводила Анна Макарова, и посвящён он был раскрытию женской сексуальности. Для меня это очень актуальная тема, потому что мне не хватает женственности. У меня как-то с детства не заладилось с этим, и я достаточно скромно себя вела, скромно одевалась. И практически не было по мне видно, что я ощущаю свою привлекательность, свою принадлежность к женскому полу. Я не могла даже сказать, что я женщина. И этот мастер-класс дал мне очередной шаг для развития этой сферы моей жизни, чему я очень рада. В основном мастер-класс был акцентирован на телесных практиках. Мы учились собирать энергию и распространять её по своему телу из нижних чакр к верхнему. В процессе этих действий я ощутила в себе и драгоценные камни, и белые перья, какие-то ангельские, и растения, которые растут во мне и вокруг меня. Но это всё лишь образы. Главное, что я поняла, что я могу ещё лучше становиться и находить гармонию внутри себя. Я успокоилась и отвлеклась от своих каких-то моментов в этой сфере, и ощутила себя совсем по-другому. Но внутри ещё остались вопросы. Выбирая последний мастер-класс, я думала, что же мне делать, на кого же мне пойти, чтобы остаться довольной до конца. И я подумала, что сейчас стоит пойти, наверное, на психотерапевтический мастер-класс, потому что ещё беспокоили какие-то вопросы в мыслях, а не в теле. Поэтому я отправилась на игру к Узуновой Катерине. Игра называется «Идзин отношений». И сначала я думала, может, стоит рассмотреть отношения меня и мужчин. Может, в этом всё кроется, что я не могу отделить себя как женщину и не могу взаимодействовать с мужчинами. Но вопрос главный лежал во мне, потому что взаимоотношения меня со мной тоже довольно непростая тема для меня. И поэтому я решила сыграть на гармоничные отношения с самой собой. И сразу же с первой карты мне пришло озарение, потому что я поняла, в какой момент разделилась я на две личности. На контролирующую и на ту, которую подавляют. И исходя из своих ощущений и мыслей, которые пришли мне в тот момент, это случилось тогда, когда меня пытались переучить с левши на правшу. Соответственно, правая рука олицетворяла какой-то контроль над собой, а левая олицетворяла меня истинную, которая хочет заниматься своим истинным предназначением, своим развитием. Получилось такое противоречие. И именно в этот момент зародился мой внутренний диалог. Вот такие подробности. И я вспомнила, что самая любимая деятельность, которая присутствует в моей жизни, осуществляется именно левой рукой, ведущей. Это и мои курсовые, которые я пишу студентам. И кулинария, и рисование, и шитьё игрушек. Всё левое. И мне стоит ещё научить её теперь писать, чтобы достичь гармонии. И на этом мастер-классе я переключалась то с одной, то с другой, руки на другую. Потому что мне так хотелось. И самое важное, что было на этом мастер-классе, я не съехала в нижние чакры, как было на игре Лила чакра, где я неправильно поставила цель и зацепилась за другие проблемы. Хотя надо было браться за главную, за гармонию с самой собой. Здесь я пошла вверх, то есть у меня есть шансы, есть надежда на то, что я улучшу взаимоотношения с самой собой, сумею гармонизировать себя внутри, и мне, наконец, будет легче. И больше всего ходов в этой игре было совершено мной именно на линии сердца. Поэтому сегодняшний день по праву можно назвать днём сердечной чакры. И завершил этот день кусочек концерта Максима Аншукова, который я успела застать. Он расслабил, настроил на хорошие дела. Поэтому я желаю, чтобы каждый из вас нашёл гармонию в себе, если её ещё нет до этого времени. Не бойтесь двигаться вперёд. Сопротивление лишь означает то, что нам нужно сюда двигаться. И идите к себе, идите к своим целям, и у вас обязательно всё получится, если вы этого действительно хотите. Всего вам доброго. Спасибо за этот день.